Аркам ТВ представляет Ассаляму алейкум Я хочу начать сегодняшнее обсуждение со 179 аята суры Аль-Араф Наряду с другими аятами из Корана и высказываниями пророка, мир ему и благословения В Коране Аллах говорит в суре верующие, Аль-Му'минун Что верующие станут наследниками джанны, то есть рая То есть они унаследуют рай Когда речь идет о наследовании, вы можете подумать, что это то, что осталось за вами И было записано на ваше имя, и когда придет время, вы получите его Я задал себе вопрос Почему мы собираемся наследовать рай? Разве там уже написано наше имя? По этой причине я начал изучать этот момент и нашел высказывание пророка, мир ему и благословения Где он говорит Что на самом деле Аллах создал дом в раю для каждого человека, который когда-либо был или будет рожден Это означает, что в раю есть дома, построенные для каждого человека Но когда верующие войдут в рай и зайдут в свои дома Они обнаружат, что рядом с их домами есть другие дома, и они пусты Эти дома были построены для людей, чтобы они вошли в рай Но некоторые отказались от этого То есть эти люди не захотели войти в них Теперь вы можете подумать, где именно Аллах создал эти дома? На первом уровне рая? Если все собираются туда войти Не может же быть так, что все люди окажутся в самой высокой степени рая Если вы не знаете, высшая степень в раю называется «Аль-Фердаус» И от него произошло английское слово «парадайз» – «рай» Это производное от арабского «фердаус» В аяте сказано Дома, которые были построены для всего человечества Изначально построены в Фердаусе В самой высокой степени рая Вот и ответ Теперь другой аят Мы создали для ада многих джиннов и людей Мне не нравится перевод «для» в этом аяте В других местах в Коране сказано Для чего Аллах создал нас Не только для поклонения, но также Аллах создал людей для того, чтобы Он мог показать вам свою любовь и милость Об этом говорит сам Аллах Для этой цели и только для этой цели Аллах создал вас Другими словами, цель Аллаха состояла не в том, чтобы создать людей и бросить их в ад Это не было Его целью Его цель была создать всех нас и поместить в рай Теперь Почему так говорится в этом аяте? И здесь ключевое значение имеет перевод предлога «ли» Мы также создали много путей в Джаханнам, в ад В этом аяте Аллах упоминает о трагедии Я создал так много джиннов и людей, и они направляются в Джаханнам Итак, по какой причине они это делают? У них есть сердца, но они не размышляют ими Другими словами, в этом аяте не говорится, что у них нет сердец Или что они бессердечные люди Это означает, что у них есть сердца Просто они не используют их должным образом У них есть глаза, но они не видят ими У них есть уши, но они не слышат ими Итак, у них есть сердца, глаза, уши Все это у них есть То есть у нас есть все нужные средства И надо правильно их использовать, чтобы попасть в рай Аллах создал рай и дал нам три вещи Он дал слух, зрение и сердце Как говорится в суре Аль-Исра Если вы правильно используете их, вы идете прямой дорогой в рай Но если вы не используете эти три вещи Вы должны винить себя и только себя К примеру, у тебя была машина, но ты на ней никогда не ездил Не обвиняйте в этом никого другого Ведь у нее был полный бак и все необходимое Также ты знал, в каком направлении ехать Теперь поговорим немного о том, что значит иметь сердце и не размышлять Можно подумать, что ведь это мозг должен размышлять Почему Аллах упомянул именно сердце? Аллах имел в виду, что вера находится в сердце Можно привести пример этому утверждению Например, я иду по улице вместе с геологами или ботаниками С теми, кто изучает растения Они могут рассказать мне про вид этого дерева Они могут рассказать мне, сколько лет этому дереву Они могут рассказать мне, в какой среде лучше выращивать это дерево И что-то еще Они могут рассказать мне об этом дереве Я не знаю о нем ничего Но я могу сказать вам, что если посмотреть на то же самое дерево сердцем а не только мозгом, то это напомнило бы мне, что Аллах дает жизнь после смерти. Ведь это дерево вначале было просто семенем, и Аллах взрастил его. Когда я вижу дерево, я вспоминаю о том, что я смертен. Ученые могут смотреть на небо и рассказывать мне много вещей, о которых я не знаю. Я же просто нахожу в этом смирение и размышляю. Я просто смотрю на небо и говорю, Аллах ведь сказал, видите ли вы там какие-либо трещины? Другими словами, вы можете взглянуть на мир вокруг только с научной точки зрения. Скептически. Вы можете смотреть на это просто как на пейзаж, но если вы посмотрите на мир вокруг себя своим сердцем, вы увидите, что есть нечто большее, вы увидите то, что другие люди не видят. Проведите эксперимент, который я провел. Попробуйте. Размышление над Кораном состоит в том, чтобы то, что вы видите физически в окружающем вас мире, превратилось в духовное напоминание для себя. Я помню один случай. Я ехал по шоссе вместе с ребятами на какой-то университетский курс. В один момент они сильно ускорились до 140 км в час. Прежде чем сказать им, чтобы они сбросили скорость, я вспомнил аят, в котором говорится «Но нет, вы, люди, сильно спешите». Аллах даже это упомянул в Коране. Вот таким образом ускорение стало напоминанием мне о том, что сказал Аллах. Как же хорошо Аллах знает нас. Я начал смотреть в окно и вижу, что рядом с нами стоят коровы, мимо которых проезжают машины. Многие знают, что когда автомобиль проходит мимо на высокой скорости, животные реагируют на это. Например, птицы улетают, ящерицы убегают, олени часто попадают под машину. Но корова, вы знаете, как она реагирует? Никак. Она просто остается там, где стояла. Они могут почувствовать ветер на своем меху и просто продолжать есть свою траву. Им все равно. Они совершенно не обращают внимания на происходящее. И в тот самый момент я сказал себе, вот это да, субханаллах. Когда Аллах говорит о людях, которые беззаботны, Он сравнил их со скотом. Они, словно скот, может быть еще более беспечны. Аллах даже не сравнивал их с какими-то другими животными, потому что другие животные по сравнению с ними хоть как-то реагируют. Другие животные имеют острые рефлексы, но скот нет. И даже это становится напоминанием. Далее мы едем и видим рекламный щит. Это был рекламный щит о покупке дома. Там есть фотография дома и семьи, которая обнимает друг друга. И там было написано, «Владей американской мечтой». И, субханаллах, первый аят, который пришел мне в голову, это «Он был счастлив вместе со своей семьей». А другой аят, который пришел мне в голову. «Если жилища, которыми вы довольны, любимее вам, чем Аллах и его посланник, и усердие на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим повелением, наказанием». Все может стать напоминанием. Один раз мы шли по улице с моим наставником. И это последнее, чем я поделюсь с вами на сегодня. Просто, чтобы вы поняли, что это значит подумать сердцем. Прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, человек увидел, «Как из толщи бетона растет трава. Он остановился и начал внимательно всматриваться. Я спросил, «Все ли в порядке? Почему вы смотрите на это?» Он ответил, «Знаешь, во всем, что нас окружает здесь, эта трава единственная, что естественно. И все же она выглядит странно для этого места. Это растение можно сравнить с исламом и мусульманами. Мы люди, табиа, то есть природы. Мы люди на фитре. Это книга, Коран, и это учение, ислам, естественное для человеческой природы. И мы дошли до того, что сейчас это стало выглядеть неуместным и странным. Субханаллах. Таким образом, вы становитесь людьми, размышляющими обо всем том, что вы видите вокруг себя. Идея состоит в том, что вы используете свое сердце, становитесь человеком, размышляющим обо всем том, что видите, слышите и чувствуете. И эти люди, которые вокруг, созданы не для ада, они созданы для рая. Итак, этот аят говорит о человеческой трагедии. Почему так получилось, что люди пошли в сторону адского огня, в то время как у них были сердца, уши, глаза? Пусть Аллах Пречист, Он и Возвышен поможет нам использовать наши сердца, наши глаза и наши уши, чтобы размышлять над его аятами и посредством этого приближаться к нему. Баракаллаху ли валакум, ассаламу алейкум, арахматуллахи и баракату. Продолжение следует...